Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем YouTube-канале. В этом видео я познакомлю вас со станицей Ленинградской, которая находится на севере Краснодарского края и является административным центром Ленинградского района. Станица Ленинградская входит в топ самых больших станиц по населению. Крупнее только, наверное, Каневская или Староминская. В этой части Краснодарского края я оказалась первый раз, поэтому вы увидите мои первые эмоции, впечатления от этой станицы. Ну и познакомитесь сами с этим местом. Въехали мы в станицу Ленинградскую. Это север Краснодарского края. Здесь я никогда не была. Сейчас проедемся, посмотрим. Это Ленинградский район, кстати говоря. Станица достаточно большая. Здесь проживает 36 тысяч населения. Это как небольшой город в рамках Краснодарского края. Почти как Темрюк, можно сказать. Вообще, сама станица, она находится на реке Сысыке. Это считается притоком реки Ея. Я думаю, многим знакомы. Ея, Ейск, это все очень похожие названия. Река Сысыка очень протяженная. Она протекает сразу через несколько районов Краснодарского края. Именно на ее берегах находятся три крупные станицы. Павловская, Ленинградская и Староминская. К сожалению, из-за отсутствия чистки дна произошло загрязнение воды. И купание в реке Сысыка стало запрещено. Когда-то здесь было очень много рыбы. Водились карпы, караси, красноперка, судак, сазан. Но теперь рыбаки все чаще возвращаются без улова. Ведь рыба тоже страдает от загрязнения. Мне будет очень приятно, если вы поддержите развитие моего канала лайком, подпиской и комментарием под этим видео. Сама станица находится достаточно далеко от Краснодара. Примерно, кстати, на одинаковом удалении от Ростова и Краснодара. Если вы едете на море, то есть шанс, что вы, собственно, поедете через станицу Ленинградскую. Удивительно, но даже здесь, видите, номера, потому что часто, номера сдаются, потому что очень часто люди проезжают здесь, с разных регионов. И вот можно остановиться. Не часто такое увидишь в станицах Краснодарского края, чтобы гостиница была в обычной станице. Интересный вопрос. Чем же здесь все-таки занимается местное население? Прежде всего, конечно, сельским хозяйством. Так как станица достаточно большая, то я посмотрела, что здесь даже есть колледжи. Интересно, да, интересно. Здесь также занимаются производством сыра, если я не путаю ничего. И так как сельское хозяйство, что мы? Вот проезжали поля, что мы увидели? Кукурузу, подсолнечник. То есть наверняка делают масло. Станица развитая, большая, да. Магазинчики, какие-то отели даже придорожные. Удивительно. Мне удивительно, что здесь отели есть. Движемся мы по улице Главной. Это сейчас улица Ленина. Посмотрите, на каком отдалении находятся дома в этой станице. То есть перед домами деревьев много, очень зелено. Давайте посмотрим. Вот одна из улиц такая, не центральная. Асфальтированная. Конечно, вот здесь вот в центре очень шумно жить, учитывая какой поток идет летом. Вот они, домики. Ого, вот что я пропустила. Смотрите, какой-то торговый центр. Ой, торговый центр, говорю, как это назвать? Спортивный комплекс, да. Интересно, да. Небольшие магазинчики. Ну, сколько здесь машин. Все проезжают. О, стадион. Стадион, да. Большой при спортивном комплексе. Пробочки даже такие, небольшие заторы. Потому что, видите, много машин едет. Если посмотреть разные регионы. 61-й, 99-й, 134-й, 58-й, 77-й, 50-й. Ну, в общем, вы видите, что все едут с других регионов через эту станицу. Едем по навигатору. То есть, если вы поедете на море, есть шанс, что вас поведет он через эту же станицу. Очень, кстати, аккуратные такие домики, ухоженные. Опережая ваши вопросы про стоимость недвижимости в этой станице, то здесь продается достаточно много частных домов. Кстати, напишите ваше мнение. Как вы думаете, почему в Краснодарском крае продается так много домов? Цена различная. Ее вы можете увидеть на экране. И среди продаваемых домов, это как старый жилищный фонд, так и новые коттеджи. Сейчас мы будем сворачивать с улицы Ленина. О, кафе «Чайка» впереди. Озеро какое-то. Озеро, да. Центр плавания «Акватика». Меня удивляет, конечно, ленинградская станица. Даже вот, видите, многоэтажные дома есть. Мы в самом центре находимся. Сейчас мы едем по улице Набережной. Ну, да, пятиэтажки даже здесь есть. Действительно, как будто какой-то полноценный город. Да, напишите свои впечатления от станицы Ленинградской в комментарии. Очень будет интересно почитать. Честно, не ожидала, что она такая будет крупная. Смотрите, тротуарчики есть. Все так чистенько, ухоженно. МФЦ вижу. Магнит, косметик проезжаем. Едем мы по таким самым значимым улицам этой станицы. Ну, да, встречаются объявления о продаже, кстати. Продается, продается. Улица Красная. Мы сейчас едем по Красной улице. Вот написано, куда можно повернуть. На Каневскую, на Павловскую. Какое-то интересное здание. На ДК, похоже. В Сбербанк. Остановка улицы 302-й дивизии. Кстати, интересно, почему так много вывесок продаю-продаю дома. Ну, все стараются, конечно, молодежь уезжать из станиц. Так, поворачиваем на улицу новую. Да, поток машин большой идет через станицу. Ну, зато у вас есть возможность, пока мы медленно едем, посмотреть, как выглядит эта станица. Все-таки Темрюкский район и Ленинградский район очень далеко друг от друга находятся. Север и Запад Краснодарского края. Разные абсолютно места. Но, в принципе, все очень похоже. Все очень похоже. Мне нравится, что вот ухожено. Посмотрите, как перед домами. Кто хочет, он садит цветы. Асфальт, кстати, достаточно нормальный, приличный для станицы. Но неизвестно, как дела обстоят на соседних улицах. Как правило, там не бывает асфальта. Но я вот, смотрите, вижу, что даже есть. Удивительно. Да, долго мы едем по станичке-то. Магазин, Ирина. Кстати, прямо в доме. Очень часто на юге такое встречается, что магазинчики при домах открывают. Как бизнесы. Остановочки. Это говорит о том, что здесь общественный транспорт ходит. Причем мы проехали уже не одну остановку. А зачастую в станицах это проблема. Общественного транспорта нет. А тут, так как станица большая, он и есть. Будем сейчас сворачивать на элеваторный. Смотри, улог. Показываю. Видно, вдалеке есть какой-то детский сад. Так, номер 28, родничок. Также мы проезжали школу. Что я видела на карте. О, это похожие элеваторы. Точно элеваторы. Ну да, раз сельским хозяйством занимается местное население, то вот он. Здесь и работает местное население. Машин столько стоит перед элеватором. Ну все, в принципе, мы будем сейчас. Я вижу, что уже выезжать из станицы. Последние домики. Хотя какие-то там, вижу, вдалеке даже склады есть. Как будто что-то выращивают. Какие-то деревья. Может быть, может быть, даже фрукты. Ну, хойл есть. Заправка здесь. Ну да, точно. Какие-то сады. Вам. Сад Вам называется. В общем, очень большая станица. Вот она только-только вот здесь вот заканчивается. Теперь идти кайфу 60. Ленинградская. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова